Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Богу нашему слава. Вот села тут на этом месте. Давай, тебе садиться некуда. А сейчас сюда не видно отражения-то почему-то. О, давай. Матфея, 7 глава, 12 стих. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Толкование. Блаженного Феофилакта. Здесь показывает нам кратчайший путь к добродетели, так как мы, как люди, по себе знаем, что должны делать другим. Так, если хочешь, чтобы тебе благотворили, сам благотвори. Если хочешь, чтобы тебя любили враги, люби сам врагов. Если хочешь, чтобы тебе никто не досаждал, не досаждай и ты никому. Если хочешь, чтобы тебя все любили, и ты люби всех. Вообще, чего не любишь сам, того не делай другим. Всем в случае и закон Божий, и пророки говорят тоже, что повелевает нам и закон естественный. Вообще, это же просто. Я просто на практике. Я не философ никакой. Когда нынче поехали мы на Благовестие, мне в интернете сколько сбрасывали. Ну, вам-то вроде все равно, вас не удержишь, вы не слушаетесь. А молодых-то, ребята, не берите с собой, там, в Чечню едете, там. Не надо в Чечню ехать. А в Европу там уже через две недели война начнется. Азербайджан там без взрывают. Ну, я посмотрел. Вообще-то, у них доводы очень сильные. Они показывают документальные. Ну, вот мы вернулись оттуда. И я теперь говорю. В Чечне нас приняли как близких, как будто бы мы давно знакомы. В Азербайджане нас приняли как родных. В Европе мы были, мы как были, как дома. Причина одна. Потому что мы любим врагов. Мы относимся к мусульманам, как к людям, достойным уважения. Все время по-хорошему. Вот ответ я нахожу здесь. Я не просто это читаю, а на практике вижу. Как ты к этому относишься? Вот остановились мы в Каспийске. Это Дагестан. Ночевали там. Одни какой-то подземный переход делают. То ли на случай войны правительственной. Ну, такой как бы объект важный. Молодые ребята вышли. Видно, что работяги крепкие. Все мусульмане. А мы говорим, а мы христиане. Мы верим в Иисуса Христа. А кто последний пророк был? Они больше ничего не знают. Это сравнить с чем с последним. В последнем Ветхом Завете Малахе был. Он не знает. В Новом Завете пророки какие были. Они были и есть сейчас. Но последний пророк, я говорю, Илья и Инох придут, а их убьют. Два свидетеля Господни. Это апокалипсис, 12 глава. Они ничего не знают. Нет, это Мухаммад. А когда он был, когда умер, не знают. Я говорю, в 632 году. Я начинаю рассказывать биографию Мухаммада. Как его откровения были, ничего. Я просто рассказываю где-то. Ну, постояли. Вреда мы вам не несем, что тут снаружи, близко их забора. Нам где-то машину поставить, чтобы ночевать. Да нет, нет. И все, они отошли по-хорошему. Вот и все. В одном месте, я говорю, были, это тоже Каспийск. Вот искали библиотекаря, нету. И там одна на улице подметает дворник, женщина-то. И она, оказывается, сказала другой. А та в магазине работает, а та знает этого директора. Она тоже позвонила, дождик идет. Мы думаем, а уже отъезжать, позавтракали. Она подошла и так скромно и говорит, а сама невзрачная, такая согнутая. Мы искали библиотекаря, так вот ее телефон, адрес, я звонила. Она сказала, что если они могут, то пусть у вас оставят в магазине, я заберу с документами. Ну, мы оставим документы. И уже садится, она спрашивает, а что питаетесь, чем? Это мусульмане. Продавщица была, мы говорим, так у нас с собой сухари и вода. А воды мы прищерпнуем, где вода-то есть где-то. Да вы что? Они в магазине, они в магазине. Давай нам резать. Помню, кусок сыра больше килограмма отрезали. Мы говорим, да не, у нас пропадет. Да мы, я даю деньги, не надо, мы заплатим сами. Я говорю, нам вот хлеб, хлеб, а только что привез, там разгружают. Такие, как лаваш называют, большие лепешки. Она положила сколько много, еще положите, ну пусть еще. А разные фрукты берет, бананы, я говорю, да нам не надо это, помидоры мы бы взяли. Помидоры она тут же нагрузила. Вышли, и что самое удивительное, вышли и благословляет, правильно крестит крестом. Ну вот как ты относится, так и к тебе относится. Я обязательно постараюсь фото сделать, думаю так, и направить туда. Ну адреса точного нет, но на библиотеку и потом на магазин. Я вот считаю Евангелие, оно живое действие, оно доказывает именно так, именно вот так, как есть. Вот я переписываюсь даже в Mail.ru, вот у меня в Mail.ru хороший очень листок. Ну вот тут, раньше он был не такой, сейчас его по-другому испортили. Тогда можно было на 10 тысяч человек сразу посылать. На всякую пакость сделали, и видимо руководство получило указание закрыть. И сейчас я ни стихи не могу послать, и с Израилем, у меня там евреи знакомы. Ну такая приятная переписка, с мусульманами то же самое. И нигде мы не уступаем своего, мы свидетельствуем о Господе. Вот образец того, что Слово Божие проехалось по мне и застряло во мне. Ну я так, своими словами хочу сказать. Будь дружествен. А как же они дружественно на тебя сажали? Ну и что сажали-то, как со мной начальник тюрьмы дружественный был. Умер по-христиански. Следователь допрашивал меня, пошел, крестился в полное погружение. Начальники в тюрьме остались близкими мне. Перезваниваемся, встречаемся, беседы ведем. И собирают они своих. После того, как я вышел из тюрьмы, они регулярно, раз в месяц, всех сотрудников тюрьмы собирают. А там не один десяток, потому что 3700 заключенных. И я с ними переводил беседы. Беседы на евангельские темы. Сотрудничество с тюрьмой. Барнаул. Вот ведь Евангелие-то оно как раз и... Потому оно Евангелие. Оно должно быть, как говорится, пятым Евангелем, как Марсинковский Владимир Филимонович говорил. Живым Евангелем мы должны быть сами. Такие нет, оно оживотворяет нас, очищает. Я подтверждаю, оно живое и действие. Мы должны быть дружественны со всеми. Вперед. Матфея, 7 глава, 13-14 стих. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель. И многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь. И немногие находят их. Толкование. Узкими вратами называют искушения. Как произвольные, например, пост, бдение, вольную нищету, страничество и другие. Так и непроизвольные, каковы узы, гонения, лишение имения, славы, детей, болезнь, раны и прочее. Что Ивов и нехотя потерпел. Как человек тучный или с большой ношью не может пройти узким местом, так и славстволюбивый или богатый. А идут широким путем. Вместе с словами врата и путь показывают и то, что как теснота временна, так и широта скоро переходима. Ибо кто терпит обиды, тот как бы проходит только сквозь некоторые ворота. Равный и славстволюбивый, предаваясь славстволюбию, проходит как бы только некоторый путь. Но как-то и другое временно, то выбирай лучшее. Он говорит, бремя моё лёгко, по причине будущих воздаяний. Ну, тесные врата, это надо не бояться гонений. Гонений, не бояться преследования со стороны друзей, священников. Просто ты должен говорить, тебя будут гнать, ты должен свидетельствовать, должен молиться. И Господь усмотрит. Чеснота, это вот то, что здесь на земле. Вот бороду не трожь, не бред. Да вот смеяться будут, говорить. Ну, идёшь широким путём, как все, так и ты. Ты брось вызов этого миру. В одном, в другом. Женщины ходят, разрезанные юбки, там, в штанах. Брось вызов. Посмотри, как одеваются мусульманки. Ещё раз говорю, посмотрите, как ведут себя мусульманские женщины. Мы проехали шесть республик нынче, южных. Начиная с Северной Осетии, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Дакистан, Чечня. Это совершенно другой народ. Как говорят, другой менталитет. Они по-другому живут. Они хранят женщину. А здесь нет, она никому не нужна. Брошенная. Везде смотришь фотографии, только где-то на пляже валяются. Около дороги. То пьяная, то в общежитии. Там ни одной такой, ни одной. За 1300 лет ни одной. Такой женщины не было. Вот сегодня здесь идти узким путём позорно. Узкий путь. Открыто свидетельствовать о Боге, о Христе, нести свет Евангелия. Тебя, ну, как все. Вот вчера читаю. Отец Дмитрий Смирнов, это по силовым структурам в патриархии. У патриархи Кирилла, как говорят, правая рука воинственная. Ну, ему задают вопрос о Георгии Кочеткове. Вот он наворачивает там, сидит. Это секта православная. То есть у них слово секта везде. Кто не с ними, все секты. Забрасывает их камнями. И сидит, и травит, и травит. Да против Георгия Кочеткова ты никто. Совершенно никто. Потому что они считают, что это особо, и никто не пройдет к урхотизизации. То есть он разврат проповедует. Разврат этого мира. Я говорю о Дмитрии Смирнове, о священнике. Ну, посмотрите на Георгия Кочеткова. Сколько он сделал. Скольких людей он привел Господу. Церковь, никуда-то. И против Георгия Кочеткова высовывать язык может только абсолютно безумный человек, который ничего не делает, а развращает. Сам же говорит, что я 20 лет крестил, и никого нигде нет. Георгий Кочетков по-разве так делает? Я его знаю. Это прекрасный, чистый души человек. Но он понимает не так, что не просто так. Зашел в храм и вышел. А Дмитрия это как раз и насаждает. Как все, чтобы не выделяться нигде. Я знаю их очень хорошо. Это волки лютые, не щадящие стадо, как сказал апостол Павел. А тесным путем идти, это значит, ты во всем должен. У тебя и форма одежды другая, и разговор другой, и питание другое. Все другое. У нас посты, посты. Отца Георгия целая группа ко мне приезжала сюда, в Варнаул, специально побеседовать. Были мы. А там тоже по-мирски одеваются, женщины там могут с сережками, мужчины бритые. У нас этого ничего нету. Мы идем тесным путем. Так что вы, обрядоверсы какие? Я от каких слов только не слышал-то. Ты как угодно называй. Но иудеи одевались по-своему. Мусульмане по-своему. У христиан, посмотри, картины Репина, Сурикова где-то. На старинных благочестивых русских обычаях. Сегодня на женщину надеть платок практически невозможно. Где бы какие ни выступали, везде все сектанки за кафедру выходят все без платков. Посмотрите на мусульманок. Вот у нас как одеты. На нас выйдут на наш сайт мусульмане и говорят, так это наши. Им поясняют, нет, это православные. Какие православные? Это наши. На девочек особенно, когда смотрят как одеты. Мусульмане там бороду кромсают. А евреи не трогают. Подражай евреям. Евреи, я говорю о раввинах. РБ. Надо доброе, полезное, правильное отовсюду брать. Это тесный путь будет. Ты не такой, как все. Создать встречное течение. Как Алексей Толстой писал. Мы должны пойти на это. Так тебя будут гнать. Это награда. Тебя поносить будут. Награда от Бога. Хотя бы я один остался, говорит Иоанн Златоуст, но правды моей не уступлю никому. Правда. Какая моя, божественная. Потому что она срослась со мною. Я по-другому не могу. Я не могу говорить по-другому. Пожалуйста. Матфея 7, глава 15-16 стих. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде. А внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирает ли стерновника виноград или срепейника смоквы. Толкование. Иредики обыкновенно бывают хитрые и притворные. Посему, говорит, берегитесь. Они предлагают сладкие речи и являют, по-видимому, в житете честное. Между тем, внутри или в сердце их скрывается удочка. Под овечьей одеждой, разумеется, это окротость, какую пользуются некоторые лицемеры для того, чтобы обласкать и обольстить. Они узнаются по плодам своим, по делам и жизни. Хотя бы они для других на время скрывались, но для внимательных всегда бывают явными. Ну, когда говорят о длинной одежде, волке, тут прямо говорится о священниках. И не каких-то о православных. Но когда говорится о большей, никакие слова, это сектанты все эти. Резиновые их улыбки. Встречают так-то ласково. Но как только узнали, что ты их называешь не церковь, такой хищный оскал, даже бьет, спину толкает. Я у них был, знаю. Маловузовская, 3, Всесоюзный совет европейских христиан-баптистов. Целая группа тогда отошла, когда к ним заезжал. Так они внутри, не дают даже у них быть. Я вышел на улицу. Он на улицу. Я-то на другую сторону улицы. Так он туда еще заскочил, баптист. Вот как старая бряца-то. Давай сюда, вон. Провода грызет маленькие. Так что это касается всех. Как волки, хищные. И все это льстят. Заходите, заходите. Вот, кто покаялся, поднимите руку. Ничего никакого она была такая есть. Я не говорю там внешне, брюках, ни поста, ни креста. Такой он остается. Ну, ты принял Христа в свое сердце? Принял, уверовал. А он выходит, тот же наркоман какой был. Мне-то не надо рассказывать. Я после сектанта в тюрьму захожу, а вот этот у нас покаялся. Правда, сидит, курит, но они тебя считают своим. Да, они, это все свой. Много ли они изменились? Да нет. Как они, девчонки, эти ходили, платье выше колен, там, разрезанное, там, или в брюках. Такие они остались. Они платок ни на одну не могут надеть. Я говорю, да, это платок, свидетельство того, что ты молишься. Молящаяся жена с непокрытой головой. Так она не женщина. Ну, вот, женщина седая стоит, такая же самая. Какая разница? Если говорится о жене, что без платка, а там муж написано с покрытой головой, тогда мальчик может в шапке быть. Это женский полумужской. Вот так. Матфея, 7 глава, 17 стих. Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Толкование. Лицемеры суть тернии и репьи. Тернии, потому что уязвляют тайна. И репьи, как хитрые и находчивые. Под злым же, поврежденным древом, разумеется, всякий, кого расклевает изнеженная распутная жизнь. Кто имеет дела лукавые и смрадные, неприятные Богу. Ну, вот это надо посмотреть. Кто? Вот, прочитал, наизусть запомнил. Ну, а в жизни где это встречается-то? Я вот сотрудничал 17 лет только в местной тюрьме. И сидят там и романахи, заросления малолетних, священник, который обобрал общину, удрал, посадили его. Ну, стараешься как-то их облегчить, что-то сказать, даже, чтобы так было. Один сидит там, сидел за мужа ложество, а потом вышел, повесился. Ну, надо посмотреть, кто там, как к этому ты можешь прилепиться, как помочь им стать. Почему? Бога не знает, не рожденное свыше, не водимое духом Христовым. Надо, чтобы каждый стих Евангелия, он в жизни нашей заговорил. Во славу Божию! Матфея 7, глава 18 стих. Не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые. Толкование. Пока оно зло или испорчено, не может. Если же переменится и освободится от порчи, может приносить добрые плоды. Потому что всякий человек от своей воли бывает или худ, или добр. Заметь же, Господь не сказал, никогда не будет в состоянии приносить добрые плоды, но только до тела пока испорчено. Вот дерево доброе приносит плоды добрые. А какое сметельство будет? Да сегодня оно может быть совершенно обратное. Господь ли не был добрым деревом? А как его? Поносили, обвинили. Апостолы, вот соседные развратители пришли сюда. Они ничего не говорят истинно, но все лгут. Это про кого говорили? Про апостолов. Степана побили. Поэтому мнение людей, ту характеристику, которую дают, она не соответствует очень часто действительности. Ты по Евангелию сравнивай одно к одному. Подходит и делай дальше дерево. Какое дерево? Бывает дерево развесистое, широкое. Но вот я еще не нахожу его. Это как вот Сталин был. На каждой рельсе шесть раз написано было завод имени Сталина. И рельсы убрали, и это не устояло. Памятники захоронили. Дерево доброе, оно всегда проросит плоды добрые. С кем бы он и не было. Беседуешь ли где-то. Я вот пятьдесят уже один год почти занимаюсь миссионерской работой. И скажу, что вот как сегодня ведут миссионерскую работу некоторые там, что мы, переходи к нам. Я ни одному не сказал, переходи к нам. Мы истину должны открывать. А человек сам уже определится. Если он избран Богом, он будет в церкви. А который не избран Богом, это ничего ему не даст. Он в церкви не будет. Он так вот в секте останется и умрет. А секта это не церковь. Матфея 7, глава 19-20 стих. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Толкование. Это направляет против иудеев. Как и Иоанн говорит им тоже. Матфея 3, глава 10 стих. Человека сравнивать с древом. Так как, если захочет, может быть привит от бесплодного греха к добродетели. Подобно, как прививает бесплодное дерево, чтобы было плодоносно. Вот все дерево. Какие плоды приносит. Ну смотри на каждое дерево и думай, а какое я дерево. Какие плоды, съедобное или нет. Это же надо на практике применять и смотреть. Смотреть в свою жизнь. Дерево было бесплодное. Приносят какие-то плоды. Свидетельство это внутри тебя есть. Слово Божие подтверждает. А так, которые приезжают и просто на один день налететь, как говорится, шапку шибить. Были сектанты. А когда узнают, а кто он такой, этот негр. Там Сандэ это есть. Там такие дела открываются, что взахались. Теперь суп подают, дома и прочее. Ты маленько-то смотри, что это за дерево. Дерево такое, которое как Варнава, прозванное там Иустом. Они продавали имение, к ногам апостолов положили. Вот Форпост когда показывает, Лонген, теперь он епископ. Представь, 200 с лишним ребятишек, глухонема, слепые. Ужас один. Кого они берут только? И они всех везут с собой. Вот это плоды. Плоды, которые сегодня благоухают на весь мир. Ни одного слова против никто не скажет. А если ничего нету, ну какие плоды тут? Только везде все деньги, деньги, деньги. Не знаю, что похвалить, что осудить. Какое событие. Вчерашние коммунисты были, которые, они в церковь ходили некоторые. Сегодня переколепитировались в демократов, переродились. А какие плоды? А плоды те же самые. Как будто бы они засиделись, а теперь хватанули и подавились. Миллиардами давятся. И там Министерство обороны, и где только нет. Все разворовывается. На этом фоне христиане как светило сияет. Ничего нету, просто нету. Я не случайно показываю, сейчас закончится, показать, в какой комнатке живем. Вот я что создал, комната 12,8 квадратных метров. 12. Здесь кухня, здесь же туалет, здесь моя переплетная мастерская, здесь у меня конференц-зал. Здесь люди приходят, отдыхают. Одно время было, я ключ вообще убрал, двери открыты днем и ночью. Дома я, не дома. Бомжи разные приходили, ночевали и уходили со всеми свидетельствовали. Люди становились на ноги. У меня ничего нету. В 12 квадратах я насчитал 50 книг, аудио, которые на нашем сайте. Я покажу. Кистине1.народ.ру 12 квадратов. 12 всего. А сколько гостей было, откуда только не приезжали люди, вплоть до епископов, находили утешение. 11 человек мог принять, которые не на полу спали. Все пространство разбито, как вот здесь покажем, на плацкарты. Как на нары, все из досок-то. И никто не чувствует себя здесь обездоленным. Для всех есть, что поесть. Почему? Меня Господь избрал, моего ничего нету. 12 квадратов. А это показывает такой-то, такой-то дворца, как в Брунее у султана. 1500 комнат. Да у него во всех даже никогда и не было-то. Дальше. Матфея 7, глава 21 стих. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Толкование. Научает нас, что если мы будем иметь веру без дел, не получим от того никакой пользы. Ибо не сказал, сотворивши волю однократно, но творящий Онную до самой смерти. Не сказал при том волю мою, дабы не соблазнить слушателей, но волю Отца моего. Хотя нет сомнения, что воля у Отца и Сына одна. Творящий волю. Волю ее нужно знать. А воля-то познается только из Святой Библии. Никогда не утверждай, что именно так вот угодно Богу, если не подтверждает Святая Библия. Еще помолюсь, посоветую с друзьями. Надо это или не надо. Да, я прошу об этом. Мы хотим, чтобы у нас были насильники, которые не пьют, не курят, не матерятся, не воруют. И их нету. А может быть никого и не надо. Достаточно, что у нас пять дворов и на пяти дворах все остановилось. Вам достаточно, что спите спокойно. Достаточно, что ничего не разворовывается. Господа-то свое. Его планы-то мы не знаем относительно нас. Поэтому да будет воля Твоя. На каждой молитве должно быть. Да, мы просим дополнительно, чтобы был священник еще. Просим еще. Ну, Бог один знает, надо это или не надо. Дальше. Матфея 7, глава 22 и 23 стих. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Толкование. В начале проповеди многие изгоняли бесов, хотя были между ними и недостойные. И демоны обращались в бегство, собственно, от имени Иисуса. Благодать действует и через недостойных, так как мы, например, освящаемся и через недостойных священников. Иуда творил чудеса, и сыны с Кевой. Что же касается дослов, никогда не знал вас, то это значит, я не любил вас за лукавое сердце ваше. И тогда, когда вы именем моим творили чудеса, знанием здесь называется любовь. Вот это все чудотворные иконы, кровоточивые, святоточивые, с мощами. Такая путаница, все ждут какие-то чудеса. Ну, вложи вы эти слова-то, и уже от этого отстанете. Ну, захороните мощи с почестями, отпойте один раз-то. Ну, не мучайтесь этими крестными ходами, эти хаджи. А вот там был, там икона такая, приехали беседовать. А нет людей, где освященник уехал, там, говорят, новое обновление иконы было. Туда, и не демоны ли мучают это людей, так как Иоанн Экономцев, архимандрит, сказал. Специальная комиссия была, там, Павел Флоренский, ну, это не священник, а там, биолог какой-то. Все исследовали, исследовали состав этих, мира, который эти счет. И, говорит, не чистая ли сила над нами смеется. И вот крестные ходы смотришь, тысячи людей. Ну, почему бы их не посадить на землю и не почитать им Евангелие-то, не рассказать. Чтобы люди приняли Христа сердцем, впустили Христа в свою жизнь. Христос где-то на стороне, он не нужен совершенно. Батюшка, вот, идут все вместе, шатаются с костылями, падают, ночуют где-то мокрые. Ой, я прошла, там, 500 километров, щедотворная. Есть машина, почему должна идти-то? Шли целую неделю, все в лесополосы загадили, там знакомятся, там блудство такое рассказывает. Ужасно просто, которые, паломники-то идут, они же не только идут, они и ночуют. Кто что там ищет. Ну, нужно ли это? По плодам узнают. Да какие это плоды? В это время сколько брошенных сирот. Везде нужны люди, знающие Бога. Нужны учителя там, где никто не преподает. Ничего не меняется. И при том, если ты узнаешь, что Евангелие, ты несешь, проповедуешь. Вот против меня их просто не выскажешь, какая лютая у них ненависть у священников. Но Бог милует, он хранит, потому что я это делаю ради того, чтобы они познали Бога. Чтобы они любили Бога. Дальше. Матфея 7 глава 24-25 стих. И так всякого, кто слушает слова Моисии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и развелись все реки, и подули ветры, и вы стремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. Толкование. Без Бога добродетель не может быть совершаема. Посему говорит, уподоблю мужу благоразумному. Камень есть Христос, а дом душа. И так, кто устроит душу свою в делании в западе Христово, того не могут сокрушить ни дождь, падший с неба дьявол, ни реки, вредные люди, размножающиеся от всего дождя, ни ветры, или духи лукавые, ни вообще все искушения. Вот коротко показываю. Слово искушение, притом, это как бы испытание. А как же, Господь никого не вводит в искушение, сам не искушается, а молимся, не веди в искушение. Оказывается, искушение двух видов, но один раз можно запомнить. Искушение, которое от Бога, это гонение и болезнь, все, остальные от человека, от дьявола. Болезнь от Бога и гонители, поносители, это Господь допускает. А остальное часто бывает от того, что человек не так себя ведет. Где-то понравилась что-то вещь, потянулся рукой, документы составил неправильно, налоги не заплатил. Налоги, налоги-то такие прямо раздавливают частных, маленьких этих предпринимателей. Но, однако, надо все сделать так, чтобы было без обмана. Дальше. Матфея 7, глава 26, 27 стих. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подоли ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. Толкование. Это в интернете показана картинка. Нас на колени не поставишь. Ну, или на колени, когда человек стоит там, где-то, чтобы смирился. А это лежит человек в грязной луже, с бутылкой, нас на колени не поставишь. Мы русские, мы русские, мы все равно поднимемся с колен, как Жанна Бищевская поет. Куда поднимемся? Зачем поднимемся? Если это казаки, играют в казаки, стреляют, ряженые эти. Да лошадей-то нету, ну и лошади есть. Что это? Колбаса одна только. И священники там толкутся с казаками вместе. В эту игру играет игра, ничего нету там. Ничего нет, это от безделия. Иконы тащат, иконы держат, и оружие стрелять надо. Это все под нож пойдет. Это уже все приговоренное вместе с попами. Ну, такая толпа стоят на колени. Встаньте на колени, помолитесь вместе. Возьмите Библию, почитайте. Смотришь, толпа священников, одежды такие же ряженые. Никто в это не верит. Никакой святости в этом нету, если ты живешь без закона. Это только одежда, которой волки, говорит, хищные прикрываются. Это как раз на нас все и сбывается. Сихтанты-то хоть эту одежду длинную не носят-то. А то еще не посмотрят длинную молитву. Да про нас это говорится. Не будьте пустословыми. Сорок раз, Господи, помилуй. Больше двух раз Библии нет. Давыд только говорит, Господи, мой Господи. Даже три раза нигде нету. У нас ничего нету, чтобы оно подтверждалось Словом Божиим. Мы как-то Деяния апостолов, 28 глав, решили по порядку считать, чтобы все сказали, есть у нас это или нету. Прошли все, у нас ничего нету. Мы чужие для священного писания. И поэтому главная задача сегодня в семинариях научить оправдывать любое беззаконие. Нож в академии и его вообще не ухватишь. А вот бакенбарды относятся к бороде или к голове? Я даже никогда бы не подумал. Да у них свет другой. Они по-другому кучерявятся. Все по-другому. Нет. Ну голову-то можно разбрить? Бороду не трогать, вы говорите. Питание, вот как у католиков. Ну нельзя есть мясо, нельзя. А тогда нутрия в воде плавает, ее к рыбам причислили. Тогда можно и ее съесть. Не у православных тоже, а разные устрицы, вот креветки. К чему они относятся? К рыбам или не к рыбам? Ну вообще в рот не бери. Маленько там можно, как-то у нас тут по уставу в церкви с человеком, ну холодным, свитер надевать. Но сверху должна быть рубашка, потому что на свитер поясок не подпоясывается. Ну не принято как-то на свитере, а рубашка под поясом, пояс должен быть, он должен показать. Такой у нас код, дресс-код. Ну и как? Ну чтобы нарушений не было, у меня дарены были, прекрасный свитер. А взял, дома навалидово отнес, все раздал. И все, на этом конец. Один раз. Один раз отказался от вина, ни пива в рот не брать. Никак. Больше 30 лет не беру, нужды нету. Павел говорит, не буду есть мясо, пить вина. Я принял решение, уж может лет 40, мясо в рот не брать. Никакого. Ни птичев, ни птичев, ни птичев, все. И обвинения никакого нет. Почему? А я бываю среди адвентистов седьмого дня, среди мусульман. И поэтому, когда они вопрос ставят о свинине, я говорю, я вообще не ем. Это вызывает у них удивление. А почему? Ради вас. Чтобы кого не соблазнить. А тебе это приятно? Приятно. Все нормально. Я с детства болел желудком, сейчас не болею вообще. Человеческий организм более приспособен желудок к растительной пище, нежели там, где-то и белков натолкано. Тем более, еще эти шашлыки едят, что попало. И человечиной кормили, и ослиатиной, и собачатиной. Ну, маленько. Писание считает, что все время применяю его к себе. А как я вхожу в эти строки? А вот я слышал, не напрасно ли? Или бросил их слова за себя, как Писание говорит? Просто Евангелие вышел, прокричал, проревел, рев зевы лупогласия дьяконское. Зачем тебе это? Ты немного возьми, но объясни, как памба, святой такой был. Хочешь видеть дни благи? Удержи свой язык от зла и устасывай от лукавых речей. И будешь долголетием на земле. Требуется жизнь, чтобы воплотить эти слова. Где сказать, где не сказать? А почему ты промолчал, а ты не знаешь, как мусульманский один шейх отвечал? Я знаю, но не знаю одно. Отвечать или не отвечать? Первый вопрос. Надо ли не надо отвечать? Очень часто не надо отвечать. Человек кощунек, а что он ищет именно в этом вопросе? И все время надо вопрошать Бога, и Бог открывает. Не надо быть мессингом, вольфом. Просто Бог кладет тебе это на сердце. И ты его знаешь. Вот у нас батюшка, он прозрительный. Один раз так увидел человека, и он говорит, хороший он или плохой. У нас тогда приехал этот милиционер, а я в Америке в это время был, дружинем Геннадия Петровича. Он такой оказался подлый, стукач, везде писал, пьянствовал. Я его ни разу не видел. Он только батюшка увидел его, говорит, это нехороший человек. Он много зла сделает. Ему это открыто. И как можно спорить с батюшкой? Дальше. Матфея 7 глава, 28-29 стих. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Толкование. Дивились не начальники, ибо как они могли дивиться, когда завидовали ему? Но дивился не злобивый простой народ. Дивились же не красоте речей, но свободе и важности Христа, который показал себя важнее самих пророков. Ибо те говорили, так говорит Господь. А Христос, как Бог говорил, и я говорю вам. Все. Вот видите как. Надо узнать. Вот сейчас форум у меня, православный форум Игнатия Лапкина. Просто зарядите в гугл. Игнатия Лапкина форум. Три слова. Сейчас я узнаю, все или нет. Так, сколько времени у нас? Ну, глава закончилась, Игнатия. Закончилась, да. Ну, ладно тогда, иди там свое дело занимайся. Вот первое. Ушел из жизни старейший священнослужитель Алтайской епархии. Ну, кто-то зайдет, посмотрите. Да, действительно, он старейший. Я почти 20 с лишним лет с ним воевал. И дальше его, ну, о нем как, сочувствие. Я даю биографию его, что он делал. Тут 50 лет ничего не может вырасти. Все предано, растоптано было. Это разве не знали? Все только по Нигерике поют. Он сотрудничал с властью. На нас писал списки, нас арестовывали. Открывает храм, вот было это в Славгороде. Ну, разные претензии. То плитка не такая. Власти никак не дают открыть. Опять сделают. Полгода там работают, ремонтируют. Старую плитку срубают. Тогда прямо сказали, отлучите от церкви Игнатия Лапкина, и мы откроем храм. Я говорю, вы что, на крови ставите ворота, как Ерихон? Ну, такой был. Простой он говорит, но я же не дал согласия. Да, вы не дали согласия, об этом похвала ваша. И я ему все прощаю. Почему? При жизни еще. Потому что он приезжал в тюрьму и меня причастил. Причастил. Понимаете, это все перекрыло. Но не надо скрывать, то человек какой был, такой и надо. Не надо выдумать, венцы ему рисовать-то. Обман. А то ходили в церковь, мы причастили там такого-то священника. Дело прошлое-то. Я говорю, ну и как? Ну, причастили его. Все. Я говорю, а он раскаивался? Да, он раскаивался. А в чем он раскаивался-то? Ну, это тайна исповедия. Да я знаю, в чем. В блуде. А что сотрудничал с КГБ, что он не учил народ, в этом он не раскаивался. У него вес был 153 килограмма, а рознь это 165 сантиметров. Нормально? Для людей-то я ему говорил, с такой фигурой-то даже перед народом бы не показались. Как вам не стыдно? Люди-то смотрят, вот поп разожрался, так, свинья и свинья. Вы эти слова слышите? Ну да. Ну да как-то какие-то меры-то примите, маленько-то себя приведите в порядок. Он не раскаялся, он умер нераскаянный. Если одна душа, одна, погибнет по твоей небрежности, о священник, тебе не хватит всей жизни рассчитаться за нее, святой Иоанн Златоуст. А их миллионы погублены по небрежению поповскому. Никого лютыми волками не называют священноописания, только священнослужителей, притом законных, которые в церкви, которые с апостолом Павлом. Несчадящие стадо, они жестокие и беспощадные. Вчера послушал на Георгия Кощеткова, как Дмитрий Смирнов говорит, ужас взял. Он не думает помирать, Смирнов. Он завтра ему только обо мне спросит, сектант любого, который не под ним. А бороться не знаю, только через власти доносы. Сергеянство от Сергея Строгородского. Так оно не сегодня, оно и при царе так было. Ну почему правду-то не сказать однажды-то? Говорится, проскреси себя по спине, как Солженицын говорит. И оно было бы все по-другому. Я хотел похвалиться моим Господом, что Он дал познать нужду народа. И мы издали вот такой трехтомник, Новый Завет. Вот он, Новый Завет. С апокалипсисом полное толкование по всем святым отцам. Вместе с откровением. Что у нас есть в сокровище? Главное сокровище, это наш сайт православный. Вот, я не знаю, видно там, нет, сделать. Он называется «Во свете Библии к истине один народу». Ну просто зарядите. Сайт Игнатия Лапкина, она откроется. Здесь 50 книг аудио мной начитаны. 12 томов Златоуста, 12 томов Жития Святых, Добротолюбия. Но самое ценное, справа вот здесь, 4124 ответа. 55 папок по темам. Тысячи, которые я отвечал по радио, в университетах, в милиции, в воинских частях, в школах, на заводах, на фабриках. Отсюда вот внизу написано «Православный форум Игнатия Лапкина». Видно, нет там стрелку. В него только ткни, и сразу откроется форум. Вот он, наш форум. Форум. Православный форум Игнатия Лапкина. 1440 тем. Тут материал безмерный, море. Еще у нас ценность большая, это православный видеоканал. Он называется «Открытым оком во свете Библии». Почти тысяча роликов наших. Нынче вернулись мы из миссионерской поездки по странам Европы. По югу прошли шесть республик. Вот. Это все сказано здесь. Показаны будут, новые ролики поставлены. Ну, у нас еще еще тут кое-что есть. Mail.ru исключительно богатый тоже. Вот она. Mail.ru. Если не знаете, просто Игнатий Лапкин зарядите, я в Mail.ru один с этой фамилией и именем. Но это не все. Вот. У нас есть еще живой журнал. Вот она. «Жизнь православной общины». Вот. Есть еще «Одноклассники». Вконтакте, Фейсбук. У меня все есть. Но это мертвая зона. Там нельзя трудиться. Там с одним двумя словами перекинуться. Лучше интернетная была, где вот страница, это Mail.ru год назад. Когда можно было одновременно на 10 тысяч человек посылать. Притом до 10 фотографий. Одновременно. Большой текст. Сегодня ничего этого нет. Все там замяли, задавили и чуть-чуть где-то делается. Но Mail.ru даже при таком вот своем кургузом, кастрированном состоянии, он лучше всех вместе взятых, какие есть. Почему другие так не делают? Главное для проповеди, чтобы интернет работал. Вот так. Ну, на сегодня хватит. Вот так.